Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Президент Западной Армении Арменак Абрамян представил в ООМ большое дело. Вандализм в Гадруте. Азербайджанцы сняли крест с купола церкви Белого Креста. Границы, очерченные национальным соглашением, стоят на повестке Дня Эрдогана. Депортированные из Арцаха выразили протест и передали письмо главе МИД. Родник, построенный в память об армянском художнике Арщил Горьке, разрушен в провинции Ивам, Западной Армении. Будучи народом, который делает украшения, у нас нет хотя бы одной книги-каталога, чтобы представить миру. Замлет Авсипян. Я отправил в ООМ 800-страничный файл по договорам, соглашениям, коренным народам и другим конструктивным соглашениям, которые также включают мирные соглашения и инициативы по применению их конституционное признание. Я хотел бы сообщить вам, что я получил ответ об одобрении папки от ООН. Несмотря ни на что, продолжается борьба за защиту прав Западной Армении и коренного армянского народа. Армен Акабра Амян, 27 января 2022 года. Азербайджан последовательно проводит политику уничтожения культурного наследия и армянских следов на оккупированных территориях республики Арцах. К примерам культурного геноцида, совершенного Азербайджаном с конца 2020 года на оккупированных территориях Арцаха, прибавилась церковь Спитакхач в селе Ванг Гадрудского района. Из видеозаписи, распространенной азербайджанцами в социальных сетях, видно, что они сняли крест с купола церкви. Кроме того, под предлогом восстановления храма, помимо креста, азербайджанская сторона снесла крышу церкви. В начале ноября 2021 года Азербайджан представил церковь как памятник албану-удинской культуры, что не имеет ничего общего с действительностью. На закрытом заседании 28 января 1920 года депутаты Османского парламента приняли национальное соглашение, которое был представлен народу 17 февраля. Документ из шести пунктов считается политической декларацией кемалистского националистического движения, в котором определены территории и границы, принадлежащие Турции. Согласно этому размерному документу, в границы Турции входят западная Фракия, Кипр, Эгейские острова, бывшие провинции Мосулы, Алеппы и т.д. Аджария и Нахичеван также включены в состав Турции на различных картах, связанных с границами национального соглашения. Статья полностью доступна на нашем сайте. Депортированные из Арцаха провели акцию протеста перед зданием правительства, в ходе которой в беседе с журналистами задали ряд вопросов, связанных с их статусом. Вот как выразил свой протест один из протестующих. Республика Армения продолжает свое преступное равнодушие, продолжает не признавать статус беженца. Получается, что армянин в своей стране не чувствует себя армянином. Однажды была встреча в офисе ООМ по статусу беженцев. Люди нам резко сказали, если ваше правительство не признает этот статус, то как мы можем признать его? Депортированные из Арцаха прошли маршем к зданию МИД, чтобы вручить письмо министру Арарату Мирзояну о представлении статуса беженца. Памятник Фонтам, построенный в Артамете в память об известном армянском художнике Аршиле Горьком, родившемся в Ване в Западной Армении, разрушен. Источник был восстановлен и запущен в 2015 году. Среди жителей он известен как Горьковский источник. В районе источника была размещена табличка, написанная на армянском, курдском, английском и турецком языках. Сначала сломали кран и потом повредили ту часть, на которой было написано имя Горького. В конце концов, вывеска с биографии Аршила Горьки, написанная на четырех языках, также была снята и уничтожена. Органы местного самоуправления заявляют, что им ничего не известно об уничтожении источника. Всемирно известный художник Аршил Горьки родился в Делякейском районе Артаметской губернии. Уехал оттуда во время геноцида, совершенного против армян в 1915 году, а затем поселился в США. Гамлет Овсепян, коллекционер уникальных произведений армянского прикладного искусства, написал на своей странице в Facebook. Сколько жизней спасли эти драгоценности во время геноцида против армян. Да, согласен, если бы наши деды схватились раньше времени и превратили те же украшения в пули, наверняка сегодня мы жили бы в другой Армении с гораздо большим количеством соотечественников. Многим армянам удалось бежать, отдав свои драгоценности собратьям-курдам. Посещение музеев в разных городах Западной Армении и история моих предков в основном вдохновили меня на поиски армянских украшений и других предметов и на возвращениях к своим корням. Работы армянских серебряников, ковороткачей, гончаров и других работавших в разных регионах Западной Армении непосредственно приписываются туркам, курдам, арабам, персам, русским, балканским странам, другим народам, но никогда армянам. Далее для вас армянская народная песня. ПЕСНЯ Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!